Чавыча – ценная рыба семейства лососевых. Эта красная рыба вырастает до больших экземпляров, но отличается от других лососевых еще и по внешним признакам. Мясо чавыча очень вкусное и полезное. Не зря у этой рыбы столько прозвищ. Например, русские называют ее рыбой царей, жители США – королем лососей. В Японии у чавыча прозвище – князь лососей. Все это указывает на ценности, дороговизну рыбы. В нашей стране мясо чавыча могли позволить только очень знатные особы. Мне она понравилась, потому что я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я чавычу и белорыбицу. Чавыч, как считает король лососевых, а белорыбицу надо попробовать. Рыбку мы жарим ее, и так покупаем, и красную икру покупаем. Вот решили белорыбицу попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены – ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол – это очень здорово. Я брала чавычу брала, белорыбицу брала, икру брала, хижич брала. Ну, может, забыла, что… Чавычу и в наши дни называют царской. А раньше мясо этой рыбы даже ценилось выше золота. Да и сейчас это деликатес. В России самое вкусное чавыча – это молодая особь, выловленная рыбаками на Камчатке. Я их очень люблю. Чавыча, естественно. У чавычи очень высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов и нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 граммов мяса до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, тоже очень важный для человека элемент. Мясо чавычи нежирное по сравнению с мясом других лососевых рыб, и поэтому легко усваивается. Если постоянно его употреблять, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания тромбозом. Кроме того, улучшится кровообращение, предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо чавычи в больших количествах. А приобрести свежайшую рыбку можно у торгового центра «Премьер» на выставке продажи икра и рыбы «Камчатская» вплоть до 10 сентября включительно.